Поехали! Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 июля 2017 года среда, по одному из старинных 11 день месяца получения даров природы 7525 лета неделя. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Полезное творчество в декретном отпуске». И автор-исказительницы у нас две милые барышни Наталья и Анастасия. Здравия вам, Наталья Анастасия! Добрый вечер! Итак, для начала давайте немножечко о себе расскажем, кто вы такие и как докатились до жизни такой. Ну давай с Натальей начнём. Наталь, кто ты, где обитаешь и чем занимаешься? Буквально два слова для начала. Меня зовут Наталья, мне 29 лет. У меня сын Александр, ему год и три месяца на данный момент. По образованию я специалист по рекламе, сейчас нахожусь в декретном отпуске, пробую себя в разных аспектах рукоделия. Всё, если краска. Хорошо. Анастасия? «Добрый день! У меня зовут Наталья, мне 29 лет. У меня дочь Ксюша. Ей годик исполнился недавно. По образованию я медсестра, дефектолог, специальный психолог-логопед. Но на данный момент нахожусь также в декрете, как и Наталья, и занимаюсь мыловарением». Мыловарение. Хорошо. Ну что ж, теперь давайте разбираться, почему же вы стали заниматься вот этими всякими рукодельными делами. Что вам просто так не сиделось-то дома? Ну, родили детей, ходите, гуляйте, сплетничайте, смотрите телевизор, мужа ждите, щи варите, детей кормите. Зачем вам всё это надо? Зачем нужно было чем-то заниматься? Что, неужели дел не хватает по дому, когда маленький ребёнок? Дела очень много, но именно это вгоняет такое состояние, когда дни превращаются в один день, который постоянно повторяется, и не хватает какой-то свежей струи. И хочется какой-то отдушины, чего-то нового, появляется желание что-то сотворить. Вот, поэтому мы пришли к мысли, что нужно ввести в нашу однообразную жизнь какое-то хобби. И как хобби мы выбрали для себя, я выбрала вязание, так совпало, а Настя выбрала маловарение. К вязанию я пришла таким образом, что сыночку нужно было найти жилетку, обычную, самую тёплую. И так оказалось, что в современных магазинах этого добра вроде достаточно, но такой, как мне нужно было, я не нашла. Я решила, что надо брать все свои руки и сделала сама. Оказалось, что найти пряжу хорошего качества намного проще, чем найти готовую вещь такого же качества. Поэтому первая моя вещь, которую я изготовила сама, это была жилетка для сына. А потом понеслась, поехала, кофточки, а потом я перешла на игрушки. И вот сейчас я занимаюсь непосредственно изготовлением мягких игрушек. Биаллит. Наталья, скажи, а что тебя не устраивало в покупных изделиях? Что там, качество было плохое, размер не те, фасончик не тот? Да, всё, что перечислили, особенно именно состав. То есть вещи для детей, они в основном сделаны, конечно, из акрила, потому что с точки зрения производства это не вызывает аллергии. И все вещи в их покупные именно, они в основном такие. Но это материал не дышащий, не тёплый, он вызывает подотделение. В нём много минусов, он хорош в каких-то других вещах, вот, например, в игрушках, которые я сейчас делаю, именно акрил. А мне хотелось тёплую шерстяную вещь. И вот именно в составе современных вещей, которые есть на прилавках, шерсти мало, там много заменителей. И, в общем-то, очень дорого ещё, к тому же. Если это натуральный состав, то они совсем другие в цене. Поэтому найти и связать было намного быстрее и легче, чем найти именно такую вещь. Вот так и втянулось. Понятненько. Анастасия, что там у тебя случилось? Почему именно ты решила заняться мыловарением? Что, неужели пряжа не оказалась под рукой? Пряжа, да, не оказалась. Он лазил в очередной раз в интернете, и спала там, показывала всякие принадлежности для ребёнка. И наткнулась на рекламу домашнее мыловарение. Меня это очень сильно заинтересовало. Я начала всё изучать, что и так, как это делается, и с чего это делается. Изначально у меня просто был интерес. И, наверное, в течение двух месяцев, по ночам, потому что времени днём нет, всё время отдаёшь ребёнку, по ночам я изучала очень много информации. И потом уже я поняла, что это не только интересно, но и полезно. Потому что в домашнем мыле, самое главное, нету всяких парабенов, подушек, продуктов, нефтехимии, что в основном сейчас тоже в продаже все продукты, связанные с мыловарением, содержат очень много бяки, грубо говоря. И как бы… Захотелось сделать, чтобы натурально, да? Да. Хорошо. А почему именно мыловарение заинтересовало-то? Ну, вот можно было оригами заняться, какими-то поделками, может быть, из пластилина, чтобы с ребёнком можно было что-то лепить из глины, вязать каким-нибудь кашпо. Да мало ли чем. Почему именно мыло? Ну, я всегда любила химию, а мыловарение – это своего рода химия, это смешение разных масел, которые при взаимодействии с щелочью вступают в реакцию и происходит омыление масел. И также там присутствует в процессе приготовления очень много каких-то других продуктов, всякие колбочки, баночки. Я как бы, еще раз повторюсь, очень люблю химию, поэтому меня это заинтересовало. Понятно. В общем, решила сделать, увлекаясь химией, сделать продукт без химии, да, чтобы было больше натурального. Нет, ну химия бывает полезная, и химия бывает нет. Я понимаю, я понимаю. Я имею в виду ту химию, которая не полезная, не натуральная. Ясненько. Ну что ж, теперь давайте разбираться. Ну и вот связали кофточку, сварила мыло. А дальше-то чего? Как это все развивалось? Ну давай с Натальей опять начнем. У меня сначала были именно вещи, которые служили пользу моему ребенку. Потом я под Новый год, в преддверии Нового года, решила сделать оригинальные подарки для своих друзей. И это стали вязаные игрушки. Символ года петуха текущего. И также, ну это по китайскому, конечно, календарю, но в широких массах как-то так принято. И связала игрушки, там праздничного оленя. А подружке еще связала лису. Там есть почему. Ну ее муж называет лиса, и я думаю, ей будет приятно. И поняла, что вязать игрушки, это не так сложно, но это очень приятно для настроения. И очень приятно видеть конечный результат. Красивая вещь, сделанная с душой и с любовью. Вот подойдя во всем игрушки, после этого решила, что мне мало этого количества игрушек. Нашла другие схемы, начала пробовать разные другие вещи. Вот недавно мы с Настей поучаствовали в ярмарке, где впервые перед такой, скажем, открытой аудиторией представляли свои изделия. Это был очень интересный опыт, потому что так-то у нас, в принципе, все началось в своих кругах, то есть там знакомым подарить, для себя сделать, для ребенка, для семьи. А вот с появлением ярмарки мы старались, ну, так скажем, представить свои изделия людям, и люди были очень заинтересованы. Это было очень приятно. Ярмарка подразумевает большой выбор. А как же там? Вы поехали туда с целью обогащения или просто показать себя, свои изделия, с людьми пообщаться, с мастерами другими? Какой у вас был? Это была ярмарка в рамках праздника, вот недавно состоявшегося Дни Семьи и Верности. И там была такая линия, которая называлась «Семейный бизнес». Там можно было представить любой рукодельный продукт. Главное, чтобы он был сделан своими руками, это была выставка-ярмарка. То есть и показать, и если люди захотят, то можно было бы купить. Нажиться нам очень сильно не получилось, потому что была очень плохая погода, людей было мало, шел дождь. Но зато мы посмотрели, как это все происходит, пообщались с другими мастерами, которые регулярно участвовали в таких ярмарках. Мы в первый раз и набрались, мне кажется, на мой взгляд, колоссального опыта, как что происходит, и вдохновились на новые идеи свершения. Здорово. Так, Настя, скажи, пожалуйста, ну а вот сварила ты мыло себе, ну а может там родителей мылом одарила, а дальше-то зачем этим всем заниматься? Неужели вот недостаточно обеспечить близких, родственников, да и свою семью, и на этом успокоиться? Ну хобби, хобби, занимаешься и занимаешься. Зачем тебе нужно это все как-то так расширять и заниматься более углубленно этими вопросами? Ну, потому что мне это очень все сильно нравится, и мне кажется, я уже вообще без этого не смогу. Я просто хочу постоянно делать что-то новое, это варить, потому что там не просто какие-то там беленькие кусочки мыла, а это именно тоже своего рода творчество, потому что ты также можешь сделать и по цвету что-то, и добавить какие-то глины, какие-то полезные травы, варить там гидроват. Плюс к тому же не только у родителей, не только родители в восторге, а, например, мама мужа, она на работе предлагала продукцию и постоянно берут, берут, берут и пользуются спросом. Мне это очень сильно разует и еще больше вдохновляет для того, чтобы делать что-то новое, что-то полезное. и постоянно я что-то изучаю, что-то познаю в этой сфере новое, потому что там возможности, конечно, безграничные. Там можно сделать такое полезное мыло, что ни с чем оно не сравнится. Конечно, по деньгам, если, допустим, покупать мыло в магазине и покупать мыло в ручной работе, это разница очень сильно, потому что это не только потому что это ручная работа, а потому что там натуральные продукты и вложения тоже колоссальные. А как бы в магазинах всего на химии, можно сказать, и как бы у них вложения-то не особо какие-то там колоссальные. Плюс тоже вкладываешь в эту душу и постоянно придумываешь что-то новое даже в плане украшения, чем украсить и так далее. То есть ещё и дизайнерская просыпается тяжелка, да? Но я так понимаю, что, конечно, если цены небоскословно высокие, не как у Фаберже за яйцо, то в этом случае нажиться на ручной работе, в которой вкладывается очень много времени и личного, и силы души, наверное, тяжеловато будет. Всё-таки я так не представляю, что на этом можно сделать какой-то серьёзный, как сейчас говорят, бизнес для того, чтобы содержать свою семью. Всё-таки это больше похоже на некое увлечение с какой-то компенсацией за потраченные ресурсы и не более того. Да, небольшое моральное удовлетворение от того, что ты сделаешь. Потому что это именно, наверное, для женщины много роли играют эмоции, потому что мы такие эмоциональные существа. И вот от этого процесса мы получаем большое удовлетворение, когда мы видим итог, увидим то, что мы сделали, что это красиво, что это кому-то нужно, полезно, кого-то радует. Это совершенно свои ощущения. Конечно, в ручной работе самая большая ставка — это на качество. Мы не сможем, даже если я начну увязать игрушки в день и ночь, я всё равно не охвачу такую большую аудиторию, как какие-то промышленные производства, несравнимо. Но зато они будут сделаны качественно. Я точно знаю, что я их делаю в хорошем настроении, чистыми руками, что они не шьются где-то там в Китае. Я знаю, что в них хороший наполнитель, они непонятно какое-то сырьё. И я знаю, что они не принесут никакого вреда. Если я делаю игрушку для ребёнка, я всегда продумываю то, чтобы там не было мелких деталей, которые можно откусить или которым можно поперхнуться, оторвать ещё что-то. Всё будет в виде вышивки. Все глазки, мусики. Поэтому это безопасно для тех, кто ими пользуется, и красиво. То есть такой практический взгляд на жизнь уже с точки зрения мамы, чтобы это было ещё и безопасно не только эстетически, но и безопасно для ребёнка. Да, обязательно, потому что пока, когда становишься мамой, наблюдаешь за тем, как дети эксплуатируют игрушки. И если это ребёнок до трёх лет, то, конечно же, он первым делом всё тянет в рот и щупает ручками в рот, соответственно, чтобы было безопасно без всяких мелких деталей. А вот ручками щупать очень полезно, потому что вязка, в зависимости, конечно, от ниток и от способа вязки, она развивает сенсорные ощущения и моторику. То есть ребёнок чувствует руками эти узлы, и у него мир познаётся через ощущения тактивные. — Настя, но у тебя не связано всё-таки твоё творчество мыла с детьми? Единственное соприкосновение, когда, наверное, моешь-купаешь, а так-то ребёнку поиграться мылом дать невозможно. Поэтому у тебя какие воззрения, когда ты производишь кусочки мыла, всё-таки на ребёнка не ориентированы? На что ты ориентируешься? — Сейчас, вот уже, так сказать, натренировавшись, набравшись опыта, у меня в планах сделать детское мыло. Хочу сделать сама гидролат из календула. Это очень полезно, чтобы мыло было не на основе воды, а вот именно гидролат из календула. И добавить определённые масла, именно определённые, потому что, допустим, кокорсовое масло в детское мыло нельзя использовать, потому что у детишек кожа настолько нервная, что она будет сушить их кожу. То есть там надо будет засекать какие-то заменители. Плюс в детское мыло нельзя добавлять никакие пищевые красители, никакие эфирные масла. Вот у меня в планах сейчас, в ближайшее время, когда время появится, буду делать детское мыло на основе гидролат в календуле. Неоднократно я замечал, что современные молодые родители, в частности, мамы, если уж про них мы говорим, про вас в частности тоже говорим, то страдают одной проблемой. Так все люди у нас заражены цивилизацией и не представляют себе жизни без того, чтобы ходить на работу, сидеть за компьютерами на работе или использовать те же самые приспособления современные на работе. Ну вот коллектив, работа и так далее. Семья как-то отодвигается в свое время на второй план у современных женщин все-таки. Потому что работа, 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 выходные, уборка, помывка, готовка опять, работа, 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 работа опять, выходные, ну и так далее. Единственное, удается побывать вместе, это когда отпуск, куда-то поехали, на недельки, на две, может быть, кому-то на месяц, ну и так далее. И многие женщины, оказавшись в такой ситуации, что вот они наконец-то стали мамами, они чувствуют изменение ситуации в своей жизни, изменение ситуации в своей семье, в частности. Что-то идёт не так. То был привычный образ жизни, и всё-всё-всё так было подчинено этому какому-то такому устою. А тут раз, и всё изменилось. Появился вот этот комочек такой маленький, пушистенький, вот пухленький у кого-то, у кого-то не очень пухленький, ну, который постоянно что-то хочет, постоянно кряхтит, постоянно пищит, что-то ещё, ещё, ещё. И вот эти воспоминания о былой жизни у многих современных мамочек вызывают некую ностальгию, переживание, кого-то вводят в депрессию. Вот как у вас это было, когда вы наконец-то осознали, что да, всё совершилось, вас встретили из роддома, привезли домой, и вот неделя, вторая, третья, вот эта адаптация до месяца, как она происходила, какие были мысли. Не было такого, да нафига мне всё это надо, ходила бы на работу, да и ладно. Вообще, когда выходишь в декрет, тем более, когда рожаешь сначала, чем выходишь в декрет, будущее, оно немного страшит, потому что это первый раз. И с одной стороны, ты чувствуешь потерю свободы, ты раньше принадлежала себе и делала, что хотела, а теперь ты полностью посвящаешь себя уходу за ребёнком. И зачастую нет времени не то, чтобы там как-то привести себя в порядок, а просто даже ужин приготовить для мужа не всегда лично у меня получалось. Не всё успевало, для меня это была, конечно, тяжелейшая адаптация, потому что лично я, наверное, в каких-то розовых очках пребывала и ждала от декрета совсем другого. Я не готова была к таким сложностям, трудностям, но в процессе, как-то глаза боятся, руки делают. И потихонечку-потихонечку что-то стало не так страшить. Опыт-опыт-опыт, и стало легче-легче-легче со всем справляться, и начало появляться время на то, чтобы вообще подумать о том, чего хочу я и чем я хочу заниматься. Но, разумеется, это не в ущерб семье, это такие минуты, когда там перед сном лезут мысли, и это, наверное, одинаково какие желания возникают, как и даботиться о своей семье, так и вдохновиться на какое-то именно дело. Поэтому у меня адаптация, вот речь, что адаптация, у меня она проходила сложно. У Насти у нас очень разные дети, очень разные семьи, у неё было как-то совсем по-другому. У тебя было, кажется, легче с точки зрения психологического настроя. Ну, а так, в принципе, я всё успевала, и готовка, и уборка, и с мужем пообщаться. Так что у меня как-то прошло чуть-чуть полегче. Ну, просто дети, они все разные, и кто-то там капризный, кто-то не капризный, все с разными характерами. Вот мне повезло чуточку побольше. В общем, Наталья. Ну, хорошо. А вот эти вот ностальгические переживания, ну, работа, вот там же мои подружки, мои друзья, как же теперь без них, вот эти все разговоры, общения, поездки. Как не было таких ощущений, что вот теперь всё изменилось, теперь вся моя карьера коту под хвостом? Ну, у нас опять же разные ситуации, наверное, вообще у каждой мамы своя история. У меня последнее место работы не было моим любимым местом работы. То есть в декрет я уходила, наверное, с большой радостью, потому что мне уже надоело заниматься тем, чем я занималась, надоело нервничать, и я хотела совсем другой жизни и изменений. Они у меня произошли. Вот. То, что ребёнок перевернул вообще всё, весь мой мир и заставил его окружиться по другой орбите. Поэтому прощаться с кругом на работе мне было легко. Прощаться с поездками мне тоже было легко. У меня не было каких-то сожалений по этому поводу. Немножко у меня напрягало, если можно так сказать, потому что нужно было постоянно ходить в поликлинику, сталкиваться с какими-то вопросами здоровья. То есть постоянно всё страшит, ты же в первый раз с этим сталкиваешься. И кажется, что вот потекли сопли, это какая-то катастрофа. Потом набираешься опыта и уже знаешь, как действовать в той или иной ситуации. А, сопли. Да. Ну, разное случалось. Температура поднималась у ребёнка очень высокая. И в инфекционном отделении мы побывали. И теперь это уже не так страшно рассказывать, а на тот момент это казалось чем-то невероятным приключением, какого ещё не было. Поэтому с прошлой жизнью расстаться было не так сложно. К тому же ребёнок дарит такое количество счастья и, не знаю, своих эмоций положительных ни с чем не сравнимых, ни с какой работой. Ты видишь в нём продолжение себя и каждое его новое достижение, его совершение. А за первый год жизни их столько происходит, то есть изменения чуть ли не каждый день. То ты не успеваешь даже подумать о том, что у тебя была какая-то другая жизнь. Посожалеете, потому что все мысли заняты, в принципе, заботой о ребёнке. Здесь реплика поступила лично мне. Напомни, пожалуйста, кто варит, кто вяжет. Напоминаю, Наталья вяжет, Анастасия варит. Да. Хорошо. Настя, у тебя что? У меня. Как с работы прощалась? Всё, я пошла, надоели у меня все, да? Или, ой, ну как же теперь без вас буду-то? Ой, ну как же теперь летать? Или как? Нет, у меня не было такого, что, как же там, с девочкой я без вас буду, потому что я с девочками не до сих пор поддерживаю в общении, мы общаемся, и всё хорошо. Уже там последние месяцы перед тем, как ути в декрет, у меня вообще мысли были не о работе. Я сидела и просто смотрела в одну дочку и думала, можно сказать, только уже о будущем ребёнке. И мне уже все говорили там, я работаю медвестстрой, работала до декрета медвестстрой в предсторонном кабинете, и мне уже и старшая медвестра говорила, что у нас всё у тебя уже все мысли не о том. Ну а если по поводу скучаю я по работе или нет, именно по медицине скучаю очень, очень скучаю. Общение, вообще я поддерживаю, поэтому по этому не скучаю. Но единственное, что меня страшит, это опять вставать рано, ложиться плотно. И теперь ещё ребёнок. Но медицина, это по мне, мне это очень нравится. Вот именно по медицине я скучала. Да, сильно скучала. Так что слушатели и зрители поосторожнее с Настей. Если встретите её, она по медицине скучает, у неё всегда где-нибудь там припрятна клизма и шприц. Встретят вас, я скучаю по медицине, иди-ка сюда. Будьте осторожны. Ладно, я в общем-то эти вопросы задаю не просто так, потому что есть так называемый синдром современной цивилизованной мамаши, когда вот всё, всё рушится мир, вся карьера коту под хвост, училась столько лет, там место своё получало столько лет, только всё наладилось и на тебе, и проблема, и теперь эти пелёнки, эти горшки, соски, чёрт, ты знаешь, что ещё и так далее. А тут у вас, оказывается, всё так сладненько и хорошо выходит. Ну, ладненько, давайте дальше разбираться. Понятно. Ну, а как изменилась и вообще изменилась ли жизнь у вас после того, как вы начали своими влечениями заниматься? Вот что-то вы, может быть, почувствовали новое, может быть, в семейных отношениях, может быть, как женщины в себе что-то такое проявили? Да, пользы, на самом деле, от увлечений очень много, и она ощутима. Начиная с хорошего настроения и разнообразного времени и препровождения, заканчивая ощущением, что ты самореализуешься как-то помимо роли матери, помимо роли жены, ещё как-то самореализация происходит именно в творчестве. Потом это дарит очень много положительных эмоций. А женщина, как в моём мнении, она транслирует в семью любую свою эмоцию, и если это будет положительная эмоция, то это намного лучше, чем нежели это будет какой-то негатив. Поэтому для семьи я считаю, это очень полезно, то, что женщина на позитиве и чем-то занимается, довольная, ходит, улыбается, вдохновляется его мужчину на какие-то достижения, у каждого свои, нежели ходить с печальным лицом и думать, что там что-то не успел или в чём-то не идеально. То есть творчество, оно отвлекает от, наверное, присущего современному миру синдрома перфекционизма, что всё должно быть на своих местах, по полочкам и прочее. А ребёнок в своей жизни не даст сделать так, чтобы у тебя всё было идеально. Он несёт свои коррективы, он бежит на кухню, всё раскидает. Чтобы не сойти с ума таким перфекционистом, я бы рекомендовала заняться каким-то увлечением, которое в самый тягостный день для мамы принесёт положительные эмоции. Какие-то слова страшные? Перфек чего? Перфекционизм? Перфекционизм? Ну да, сейчас между женщинами не только модно, или, не знаю, или это может быть болезнь же, то, чтобы всё было идеально, стремиться к какому-то недостижимому идеалу. То есть во всём куда-то, не знаю, завышенные планки, завышенные ожидания от женщины, от мамы, от члена общества, женщины как члена общества. То есть она должна всё успеть и на работе, и в семье, и во всём должна быть идеально, никаких сил не хватит придерживаться таким стандартам, иногда нужно расслабиться. Прямо семи глаза, восьми рук, понятно, всё везде успеть, всё увидеть, и всем всё сказать. Ну ясно. Анастасия, как у тебя, что в семье поменялось, не поменялось, когда ты начала заниматься своим увлечением? Да, в принципе, особо ничего не изменилось. Мож меня очень сильно поддерживает, он мне помогает. По тому, что он делает закупки снов для мыла, он меня очень сильно поддерживает. А он рад, он даже вот рад, то, что мы, я занялась маловарением, то, что мне что-то нравится, и это вот прям моя одушина, которая вот отвлекает меня, и я понимаю, то, что людям это нравится, я приношу пользу, и я от этого получаю удовлетворение. И муж очень для меня счастлив. муж как отмечает изменения. Обычно, вот я говорю, когда всё-таки мама молодая, есть какие-то переживания, недосыпы, вот это вот самое ругательное слово, когда хочется всё успеть, и женщина начинает нервничать. Да, женщина начинает нервничать, и это сказывается, бывает, какие-то скандальчики такие маленькие появляются. А когда вот чем-то занимается женщина молодая, всё вроде так устаканится. а вот с этой точки зрения хочу узнать, какие-то произошли изменения в лучшую сторону, или всё как было, вообще так всё и осталось? Нет, вот в этом плане да, кстати говоря, потому что раньше я бывала и срывалась от усталости, от недосыпа, сейчас ребёнок уже вошёл в свой такой режим, когда ты уже знаешь, когда можно поспать или заняться своими делами. Раньше был конкретный недосып, и я постоянно срывалась и срывалась прям очень жёстко. Вот, но потом, когда я нашла своё дело, своё увлечение, а ну как бы не только, но как бы тут ещё и от ребёнка зависит, что ребёнок вошёл в режим и он спит нормально, и я стала высыпаться, и вот всё нормализовалось и мы счастливы. всё отлично. Сейчас я уже так не срываюсь, как раньше. Понятно, здесь у нас в чате такие уже баталии разгораются, как вот девочки всё успевают, наверное, привлечены деды и бабы, а вы об этом утаиваете. Вот давайте теперь немножечко выйдем за рамки ваших узких семейных отношений и перейдём на бабы и дедов, кто вам помогает, не помогает, ну в частности с кем сейчас ваши деди и насколько часто вам помогают бабушки и дедушки ваши родители для того, чтобы вы могли заниматься своим этим увлечением. Давайте начну я, Анастасия. Бабушки и дедушки конечно помогают, но не в такой конечно мере, как может быть хотелось бы. В основном чтобы у меня что-то делать, например, в плане моего варенья, я это делаю ночью. То есть ребёнок уснул, а я иду и начинаю творить, ну так и говоря. Вот, днём, вечером это, естественно, не получится делать. А на данный момент у меня ребёнок у бабушки, но бабушка сидит нередко, потому что бабушка тоже работает до ночи, с утра до ночи вместе с дедушкой, но который поблизости имеет в виду бабушка с дедушкой, а выходные у них дача. То есть получается так, что я с ребёнком одна, и единственное время, когда я могу себе позволить что-то делать, это ночью, когда ребёнок спит. То есть получается на передачу ты ребёнка передала в нежные бабушкин руки. Хорошо. Уговорила. Ну я думаю, что уговаривать обычно бабушек не приходится долго, они с радостью хватают и бегут подальше, чтобы с ним позабавиться. Хорошо. Наталья, у тебя какая ситуация? Как тебе помогают бабушки, дедушки? Помощь есть, но она как бы не систематичная. То есть то она то есть, то её то нет, потому что территориально бабушки, дедушки несколько удалены. То есть они не под боком, они не в нашем городе живут. Мы живём в Московской области и бабушки и дедушки тоже живут в Московской области, но Московская область довольно-таки большая, поэтому так, что позвонила и через 10 минут у тебя бабушка или дедушка, нет, такого нет. Поэтому в основном я с ребёнком наедине. Муж у меня военный, поэтому, при том, что ещё лётный военный, и часто у него бывают командировки, при том длительные. Месяц там в среднем бывает две недели. То есть в это время и он мне не поможет. Но есть режим у ребёнка, и к этому я очень стремилась, чтобы этот режим создать. Поэтому я точно знаю, что мой ребёнок проспит днём с часа до четырёх, ну, с небольшими коррективами. И я знаю, что в 9 часов вечера я уложу его спать и до 7 утра примерно у меня есть время чем-то заняться. Ну, совсем как Настя, я так не могу. Настя более такой износостойчивый характер, это обусловленная её профессия. Она может прям ночью сесть и заняться. Я, наверное, часам до 2 ночи уже скупсюсь, поэтому... И потом вязание, оно не для ночи, потому что должно быть хорошее дневное освещение. Поэтому в основном дневной сон, когда ребёнок спит. Иногда ребёнок сам может поиграть себя, занять, а я рядом сижу и вяжу. Если он начинает требовать внимания, я всё бросаю, уделяю ему внимание. Иногда он мне помогает. Ему нравится сворачивать нитки в клубки. Это такое тоже вместе занятие с ребёнком. В последний раз я делала очень большого кота, ещё не доделала, и нужно было его набивать как подушку наполнителем. Ребёнок мне с удовольствием в этом помог. Мы вместе сидели, набивали этого кота. Было такое совместное времяпрепровождение. Теперь у вас будет набитый код. Это хорошо. Когда ты сказала про военного мужа, тем более про командировки, вот такая шутка особенно у моряков часто встречается, когда возвращается из командировки многомесячный муж. Мама говорит, сынок, вот этот папа в форме, вот этот дядя в форме, это твой папа. Так напоминает. Но ещё пока маленькие дети, там, наверное, так ещё рано. Ну, хорошо. Здесь ещё уточнение, сколько детей. Ну, пока по одному здесь отшельнику я отвечаю. И давайте плавненько перейдём, наверное, к вопросам и репликам. Вот Виталий из Эстонии. Да, если вам нужно будет отдохнуть, какая-то музыкальная пауза нужна будет, вы говорите. Если не нужна, то идём дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Ох, как я вас понимаю, ведь если человек творчеством не будет заниматься, в нём наступит такое чувство, как скука или станет просто скучно. Дальше реплика в эфир от Виталия. Полезное творчество делается для других людей, а выгодное творчество делается для себя. Каким образом выгодное творчество? Ещё одну реплику он прислал. А, нет, это продолжение. Таким образом, здесь вот дополнил, таким образом выгодное творчество может превратиться в бизнес. Дальше. Из Ютуба Оксана Брейнер написала. Добрый вечер, реплика в эфир. У меня, когда мои девчонки погодки были маленькие, я успевала только покормить их, погулять, поиграть. Какое творчество! Ну, это всё зависит от человека и от его желания в первую очередь. Если у тебя есть желание, ты будешь, или ты хочешь это делать, ты найдёшь свободное время и будешь чем-то занимать. А то, что вот там, покормить, погулять и так далее, это мы всё делаем, но ищите время, если есть желание. Просто ещё зависит от того, как организовать именно свой семейный уклад. Разные взгляды на питание и на готовку кто-то использует какие-то облегчающие моменты. Например, я, чтобы выкроить себе время на форбе, я пользуюсь заготовками, какими-то заморозками. Не полуфабрикатами, разумеется, магазинами, а я могу какие-то заранее подготовить для ужина или для другого питания, какие-то заготовки. Ими замороженные. Ими пользуюсь. Если у меня нет времени, я быстренько достаю раз и готова. Ну то есть своё пространство упорядочило и время распределило, да, и всё остается в свои места. Хорошо, хорошо. И вопросы к нам продолжают идти. Я от себя хочу задать вопрос. Как вы две такие рукодельницы встретились? Как произошло ваше знакомство и почему, в общем-то, вы решились выйти уже в эфир, чтобы поделиться с нашими слушателями и слушателями своим опытом? Мы познакомились в 2011 году на Новый год. Наши мужья учились в одном классе и общались. По выпуску тоже общались. И вот они нас познакомили, мы стали общаться в общей компании, подружились с Настей близко. Потом Настя переехала в город, где я уже живу, и мы стали ещё ближе территориально друг к другу. Потом у нас родились дети разницей в год и мы делились опытом своим декретным. Потом у нас в какой-то момент наступила вот эта скуха и рутина, и в один момент Настя предложила, давай вместе займёмся тем, чем нам нравится. Вот я хочу заняться маловарением, я говорю, а я уже вяжу. Она говорит, давай, смещайте, давай. Вот так мы с ней и принялись за такой общий проект мыла и игрушки. Понятно, всё это переродится в мыльные игрушки, да? Хорошо. На Январке, кстати, многие посетители, увидев игрушки, вязанные, в первую очередь предположили, что это мочалки, потому что они лежат рядом с мылом и похожи, видимо, на мочалки. Да, мыло очень много. Тебе подсказали новый вариант производства чего-либо вязаной, игрушки, мочалки. Здорово. Будет и мыло, и мочалка. Мы уже рассматриваем эту идею, чтобы платить в жизни касается мыла. Все думали, что это пирожные и их можно съесть, что это вообще не мыло. А какие-то съедобные, очень вкусные пирожные лежат. Не было потом никакого-то нарекания, что кто-то взял, сгрыз это прям мыло и сказал, ну что же вы не предупредили, что это мыло, такое вкусное на вид. Не было, но одна женщина сказала, что вы над нами издеваетесь, потому что очень хочется есть, такая еще погода, а вы тут разложили свое мыло, такое вкусное и разыграли и у меня аппетит. Пришлось угощать тебе кофе, но дело кончилось хорошо, мы подружились. В общем, вам придется еще на такие случаи заниматься, как говоришь, хобби, это дурацкое слово, опять же, увлечением, выпечкой, когда вы идете куда-нибудь, предлагать всем своим посетителям еще вас приобрести какую-нибудь выпечку в виде игрушек, а может быть в виде кусочков мыла, такая шутка наоборот. Это не мыло, это пирожное, не вздумайте им лицом мазать. Дмитрий Три, здравствуйте, прослушал, откуда рукодельница, из Подмосковья, ближайшая Подмосковья. Так, дальше вопрос от Владимира из Мытищ, тоже из Подмосковья. Итак, он пишет, здравия Наталья и Анастасия, очень рад за вас. В нашей семье все выглядит иначе, никакого свободного времени. Тут уроки, там горшки навалили, здесь игрушки разбрасывают, там кормить надо, тут надо красить, там плясать, тут драка, там телефон, здесь спать, там срочно дай барабан, здесь суп залит. Иногда самому на горшок сходить некуда, терпишь часами. Я думаю, что не договариваются. Я вот знаю мамаш, которые занимаются работой в декретном отпуске. Так вот, у них дети в полном засранстве находятся, вечно такие вот обляпанные, какие-то стальные в развитии. Может, мы на разных планетах живем, вы уверены, что наши дети имеют нормальный уход. Да, еще раз повторюсь, то, что семьи разные и дети разные. И не надо сравнивать. У нас пока еще по одному ребенку, может быть, речь идет о многодетных семьях, где не налажен свой уклад, где неправильно составлено время. То есть можно все организовать так, что найдется время, не в ущерб семье. На первом месте у нас всегда ребенок находится. И если вопрос стоит погулять с ребенком или заняться с ним каким-то развитием, даже развивающей игрой, то будет намного важнее, чем доделать уже начатую игрушку для меня. А поскольку у нас нет помощи бабушек такой регулярной, постоянной, какого-то расписания, чтобы мы знали то, что в этот день нам помогут, такого нет, нам приходится просто выкручиваться за счет сна своего, чужого, за счет каких-то моментов. Я не могу сказать что у меня, например, дома идеальный порядок, но там, извините, речь шла о сраче, срача там нет. Грязи там нет, кофе там разливается регулярно, суп переворачивается каждый день практически и сразу же моется, и сразу же чистится, и стараюсь не срываться, насколько могу, конечно. Поэтому, может быть, человек не умеет организовывать свое пространство жизненное и тратить время не на то, может быть, он сам что-то умалчивает, может быть, он часто сидит в телефоне или интернете, поэтому ребенок бегает безалаберно, непричесанный. Но ребенок всегда со мной и с бабушкой не в детском садике даже. Я всегда вижу, как он выглядит, у него всегда есть чистые вещи, опрятные, непричесан, поэтому не знаю, почему. Могут быть такие опасения, что мы лукавим. Мы не лукавим. Говорим, как есть. Ну хорошо, есть такая поговорка, один ребенок это еще не семья. Вот когда будет трое, вот это уже семья. Ну шестеро, совсем хорошо, двенадцать, вообще классно. Как вы так вообще смотрите на этот мир? Какое у вас мировоззрение? Сколько, по идее, на ваш взгляд, должно быть детей в полноценной семье для того, чтобы было вот это семейное счастье? Один, два, три, больше, ну и так далее? Для каждого это разное количество, насколько мама чувствует своей силой и вообще какое у нее желание строить семью, какого количества. Для меня двое детей это было бы хорошо. Если бы получилось трое, это может быть даже еще лучше. Я, конечно, не сильно уверена в том, что я совсем-совсем справлюсь, но я бы хотела, наверное, троих детей. Но здесь обусловлен еще фактор здоровья, потому что роды походили особенным образом в виде кесарево сечения, и оно как бы накладывает свой отпечаток на дальнейшие роды. Настя, что скажешь? В планах двое-трое тоже. Понятно. Так вот, когда мы теперь разобрались с количественным показателем, наверное, надо перейти к качественному. Как вы сможете, я предвосхищаю, как мне кажется, вопрос многих нарушенных слушателей и зрителей, как вы сможете совмещать свои увлечения и вот такие поделки, когда у вас будет, к примеру, трое детей, и причём разноводрастные. Вот один уже, скорее всего, может пойти в детский сад, а может быть, уже в школу, а вот маленький только-только появился ещё между ними средний, который туда и сюда, который только-только набирает своему разуму вот в этой вашей семейной жизни. Вот как тогда ваше творчество с этим будет совмещаться? Вы это представляли, не представляли, видели, не видели, задумывались? Задумывались, конечно. Когда появится там ещё один ребёнок, ещё два, их там будет трое, также будем искать возможности, искать время, но не в ущерб детям и в будущем в семье. Ну здесь я хочу сказать… Ответ такой, ответ такой мамы-амазонки, воительницы такой, буду искать. Хорошо, Наталья, ты же скажешь. «Наталья»? Не вовремя для того, чтобы творить. Добавить то, что мне кажется, что первый ребёнок это самое страшное, а потом уже есть опыт, и ты знаешь, как действовать в той или иной ситуации. Мама первого ребёнка это, как скажем, новобранец, мама трёх детей это уже какой-то, наверное, десант, поэтому уже совершенно по-другому будешь на всё реагировать, я так думаю. И, кстати, есть анекдот, если разрешите тему про троих детей. Можно рассказать? Понятно. В общем, когда будет по трое, тогда ещё раз поговорим, да? Ясно. И сравним с тем, что было сейчас в это время и посмеёмся вместе, да, вспоминая. Хорошо, хорошо. Идём дальше. Владимир Азмутич продолжает вас пытать своими вопросами. Наталья, Анастасия, я собираю статистику для личного использования и понимания ситуации в нашей стране. Так вот, сколько конкретно вам нужно денег в месяц для нормального проживания? Какой-то очень личный вопрос, потому что для каждой семьи, мне кажется… Отвечайте сразу, миллион, всё. Миллион, два. Два, о, видишь, два. Ну ладно, если это тайно за семи печать, не будем, идём дальше. Отшельник, вопрос в эфир. Геннадий так себя называет, отшельником. Дамы, кто у вас мальчик, девочка и сколько? Ну вы уже ответили, что мальчик у Натальи, девочка у Анастасии. Пока по одному. Когда вы всё успеваете… Нет, у Натальи два годика. Имеется в виду мальчик-девочка, а по годикам разница. Да, то есть надо сказать, что случается. Хорошо. Когда всё успеваете, про это сейчас и говорим. Вопрос в эфир также от Владимира Замытищ. Кстати, отсутствие ответа про уровень денежного удовольствия буду считать оскорблением. Я могу дать ответ. В Матищах для нормального существования семьи из пяти человек нужно отцу минимум сто тысяч отдавать в семью. А всё, что сверху сто тысяч, можно на развитие использовать, на недвижимость и движимость. Поэтому я супруге запретил работать, ибо она точно не превысит указанный порог сто тысяч. Таким образом, если супруга начнёт работать, семья начнёт буксовать в воспитании детей и толком не заработает. А ваши мужья как могли вам разрешить работать? Очень странно. Вопрос на самом деле не совсем понятный, потому что мы же находимся в декретном отпуске и наше увлечение нельзя назвать работой полноценной. Она не требует от нас восемь часов в день занятости. Как разрешили нам работать супруги до декрета? В этом смысл или не совсем понятен вопрос? Если до декрета, то просто жизнь вынуждала, потому что в современном обществе даже молодой семье завестись своим жильём, невозможно это сделать на одну зарплату. Женщине приходится в современном мире тоже вносить в лепту денежную в свою семью. Сейчас мы находимся в декрете и пытаемся заработать какой-то подспорье денежному бюджету, но всё равно у нас содержат мужья в основном. Это наш основной доход семейный. Что касается количества денег, то я недавно услышала такую информацию от нашего государства, что сейчас минимум на семью из трёх детей нужно 80 тысяч рублей. Вот. Мы к этому стремимся. Да, вопрос у многих, а где её взять? Нужно-то нужно, да, где их взять? Хорошо. Но я так понимаю, Владимир задал вопрос, исходя из другого, что если даже не в декретном отпуске, а если просто есть дети, трое детей и семья пять человек всего, то в этом случае он предпочёл сам зарабатывать деньги с какой целью? Чтобы мама полностью была погружена вот эти внутренние семейные вопросы, вела домашнее хозяйство, была берегиней очага, занималась детьми, а он был добытчиком на стороне. Ну, такой здоровый мужской подход. Поэтому он и спросил, как же вам разрешили работать. Но поскольку у вас пока по одному ребёнку, то, я думаю, этот вопрос сам собой снимается. Я не работаю пока что. Да. Настя, ты что-то добавишь? Нет, нет. Идём дальше, да? Хорошо. Так. Реплика в эфир от Тимофея. Рукоделие, вышивка, плетение, вязание и так далее помогает развивать образное мышление, то есть ещё в начале работы создаётся образ цельной вещи. И это, в свою очередь, влияет на развитие мозга малыша, находящегося в утробе. Да и поиграть с клубком, колобком для развития ребёнка полезнее, чем с планшетом. Кстати, давайте затронем такую тему, как вообще дети и компьютерная техника, в частности, всякие гаджеты, планшеты и прочее. Как вы относитесь к тому, чтобы детям давать возможность заниматься не рукоделием, не творчеством, мастерить что-то своими ручками и общаться с живыми предметами, может быть, конструировать что-то, например, с клубочками, тем же самым колобочками, а заниматься компьютерными всякими вопросами, гаджеты, игрушки и прочее-прочее? У нас на этот счёт, по крайней мере, у меня есть очень конкретное мнение. То есть я против игры ребёнка в планшете, тем более маленького ребёнка и других гаджетов до определённого возраста, потому что всё-таки современный мир диктует нам такую ситуацию, что совсем без гаджетов наверное не обойтись уже. Но вот у нас дома, например, это именно точка зрения, это принципиально, у нас нет телевизора и ребёнок телевизор не смотрит. Он не смотрит ни рекламу, ничего не смотрит, потому что телевизора у нас вообще в принципе нет. Муж очень много читает книги. Но опять же с вопросом гаджетов, да, мужу удобнее, потому что комендировки и прочее, читать эти книги на планшете. Планшет есть, но он используется опять же в других целях. То есть это не видеоигры какие-то, а именно познавательные. Поэтому ребёнку своему маленькому я не даю никаких гаджетов. Он у меня играет в самые обычные детские игры. догонялки, прыгалки, всевозможные книжки и конструкторы, и мы строим домики, какие-то, ну, в общем, деревянные паровозики. Сейчас прилавки, они просто пестрят различными развивающими игрушками и даже самыми обычными игрушками, и что-то мы сами делаем. Поэтому я вот против гаджетов, по крайней мере, в таком возрасте точно. Анастасия, такая же злобная мамаша, которая не даёт ребёнку поиграть в компьютерные игры? Да, такая же злобная мамаша и постоянно ругаясь и спорю с бабушкой, с дедушкой, которые намреваются постоянно ребёнку дать телефон и потом говорят, что вот, сейчас там через годик мы купим тебе планшет. короче говоря, идут баталии, конкретные баталии, споры и так далее. Я против это всё. Потому что у ребёнка должны быть детства, игрушки, а не вот это вот всё. Понятно. Эта лабуда и так наберётся. Хорошо. Наташа, а у тебя с родителями какие взаимоотношения по этим вопросам? Как у Насти, такая же войнушка или там всё более мягко? Нет, всё более мягко. Придерживаются примерно таких же взглядов и если я отвожу ребёнка вместе, мы навещаем бабушку и дедушку, это может быть на даче, то игры больше, наверное, на свежем воздухе или какие-то, например, крёстная моего ребёнка по совместительству, она сестра моего мужа и играет на фортепиано. Она занимается с ребёнком тем, что играет с ним. Ну как, нельзя сказать, что именно обучает, потому что ребёнку два года, но очень весело использовать фортепиано в своей игре. обходимся без гаджетов. Нет, конечно, у нас тоже бабушка с дедушкой играют и гуляют, ну как бы, ну просто сам факт, то что они хотят это сделать, хотят купить и хотят ребёнку дать. Вот, в этом весь спор. Понятно. Ну а когда появляется, вот к Наталье вопрос, у вас телевизора дома нет, а телевизор такая, как сказала Анастасия Бяка, которая очень сильно привлекает детские взгляды, да не только детские взгляды, а и взрослые. Так вот, когда вы появляетесь у родителей дома, у них что, тоже телевизоры все на помойке или всё-таки они рабочие? Что там дальше происходит? А вы знаете, у моей мамы, ну мы чаще всего бываем у моей мамы и вот у родителей мужа. Вот у моей мамы телевизор не работает, это просто в течение обстоятельств, которые уже несколько лет невозможно преодолеть, там проблемы с антенной, с крышей, с доступом на крыше, в общем лучше даже не рассказывать. У него просто не работает телевизор. Он есть, но он стоит и не работает. А у родителей мужа, у нас просто, когда мы встречаемся, у нас времени на этот телевизор даже не доходит до этого дела, он в принципе не включается. Мы очень много общаемся и просто он стоит тоже выключенный. Настя, когда ты появляешься с дочкой у родителей, как у них телевизор себя ведёт? Ну лично при мне телевизор выключен. Обычно не включается. Там может дедушка, конечно, включить, причём там включают тоже такие страсти, которые идут по НТВ, ну там правы страсти и про убийство, и про всё, и про всё. И мы тогда с мужем просим его либо выключить, либо уйти и смотреть куда-нибудь в другом месте, чтобы ребёнок этого не видел. На чём ему всё это, тем более такой негатив. А я так думаю, ты намекаешь, как это, медработник, что у тебя с собой всегда в сумочке шприц припасён для особой непослушной. Да-да-да, и пледно. Понятно. И дедушка говорит, всё-всё-всё-всё, я понял, понял, пошёл в другую комнату. Ну ясно. Ладно, идём дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Здравия всем. Слышала, что раньше жена, имеющая одного ребёнка, называлась молодухой, а полноправным уможением в семье мужа от трёх детей, называлась бабой. То есть это уважительное, кстати, слово в Индии так называют святых. Вот у вас по одному ребёнку, и вы в некотором шоке. Вопрос, как справлялись жёны ранее, и сейчас детей, у которых более десяти, и всё чисто, прилично. Как вы себя видите в роли многодетных мамочек в будущем? Ну вот этот вопрос я предосхитил, частично вы на него ответили, но можете ещё прокомментировать вот такой интересный вопрос от Елены 777. Да, мы прокомментируем немножко. Нельзя сказать, что мы в шоке. Шок был только после родов, и то, наверное, это было бы условлено гормональным фоном и какими-то химическими изменениями в организме и изменениями в укладе жизненном. Мы сейчас совершенно не в шоке. Мы нашли моменты, как можно справиться, как можно привлечь, какой момент мужа помочь, какой момент можно привлечь опять же дедушек и бабушек, возвращаясь к этой теме. Мы организовали своё пространство дома так, чтобы всё делать быстро и эффективно. И как справлялись жёны ранее, это вопрос не к нам, потому что мы живём сейчас, в данный момент, в 2017 году, и не были в тех временах, когда было нормой 10 детей и больше. Поэтому мы просто не знаем. Если обращать внимание к каким-то истокам, могу рассказать только про свою семью, про мою бабушку, которая вырастила пятерых детей, живя в деревне, не имея даже колодца рядом с домом и за водой, чтобы помыть вещи, постирать или убраться, помыть полы в доме, она шла не один километр, и там что-то порядка семи километров к речке. Потом несла на себе всю эту воду обратно. И да, она всё успевала, но она была очень сильной женщиной. Сейчас, наверное, таких уже и не встретишь. Это такая старая закалка. Да, она всё успевала, и была жизнь другая. Но было, знаете, безопасно оставить в этой же деревне в своём частном доме детей и знать, что они гуляют на улице, с ними практически ничего не случится. Дети раньше учились многим вещам, которые современные дети сейчас не умеют. То есть 10 лет девочка уже умела и шить, и за скотом присмотреть, и за какой-то курами, гусями и прочим. Да, переготовить, растопить печь, принести дрова. Были совершенно другие навыки. В современном мире всё изменилось. Да, и поэтому 10 детей, конечно, я не вижу, чтобы у меня было 10 детей. Меня это пугает. Трёх максимум. Ну там уже дальше пойдёт, конечно. Вот. Но вопрос, как справлялись, надо нашим бабушкам задавать. Они к нам. Ой, не знаю, что это на самом деле пугает? 10 детей же классно, это здорово. Не знаю, не знаю. Я не говорю, что это плохо. Нет, нет, я говорю, что пугает, пугает это слово, пугает. Ну ладно, Настя, ты что скажешь? Я полностью согласна с Натальей. То, что... Не могу сказать то, что я была в шоке. Просто это что-то новое было для меня. И как бы сейчас, на данный момент, всё хорошо. У меня всё в шоке. Всё нормально. Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды. Родите по-второму. Потом скажете, ох, хорошо быть мамой. Не надо на эту дурацкую работу ходить, на чужого дядю работать. Дай-ка ещё третьего. И как пойдёт у вас такое, прям один за одним, один за одним. И все как прям на подбор. Красавцы, красавицы. Ох, занятие сразу будет. А? Вот жизнь. Вот это я понимаю. Ну ладно. Да, будем в второе. Аппетит приходит во время еды. Ну, встретимся, когда у вас будет трое, поговорим. Оксана Брейнер из Ютуба. Вопрос. Вы занимаетесь творчеством для удовлетворения своего эго? Для признания общества? Или чтобы ваши дети вами гордились? Я думаю, что для занятия творчеством вообще нет никакой особой причины. Захотелось и начала заниматься. Говорить об эго — это очень громко. Мне кажется, это для эго сделано. А для признания общества вот лично мне абсолютно всё равно, что думает общество. Потому что общество свои взгляды на меня, у меня свои взгляды на общество, и мне совершенно это современным языком не парит. Наши дети, я бы хотела, чтобы наши дети нами гордились, но я не уверена, что у меня же сын, я не уверена, что он когда-нибудь придёт к своим друзьям, уже будучи взрослым, и скажет, вот у меня такая мама, она вяжет игрушки. Возможно, это не тот повод, чтобы гордиться, а возможно, он так и сделает. Я не знаю. Я хочу воспитать его достойным человеком, чтобы он мой гордился, но не обязательно, что он будет гордиться именно моим творчеством. Хотя у нас есть друг, у которого мама вяжет вообще обалденные свитера, одежду, и он очень гордится своей мамой. Но на данный момент я делаю не для того, чтобы ребёнок нас гордился, а на данный момент для своего удовлетворения. В первую очередь, это всё. Здесь Сергей написал в чате Ютуба «10 детей – это очень большое счастье». Так что большим счастьем надо тоже уметь обладать и правильным распоряжаться. Ладненько. Вы ещё не устали? Нормально всё? Идём дальше. Владимир Азмытищ задаёт такой вопрос. Наталья Анастасия. Рукоделие, скорее всего, ограничивает подвижность человека. Это мешает восстановить вес женщины до прежнего уровня. Это вас не пугает? Вы знаете, всё зависит от того, какая у женщины фигура была до родов, какая стала после, и насколько она изменилась. Говоря о нас, вот у Насти, она мне разрешит за неё ответить, она худенькая девушка. Её фигура после родов нисколько не изменилась. У неё уже через две недели после родов она выглядела как прежняя Настя, и даже лучше, и стройнее, и подтянутее. У меня немножко другая ситуация, потому что у меня другие гены, наверное, может быть, этим обусловлены. Я поправилась сильно за беременность, и после родов была не в том весе, в котором мне бы хотелось, но это не значит, что я сижу, занимаюсь рукоделием 12 часов в сутки, и у меня нет времени побегать, при том, что ребёнок, он сам заставляет бегать, и с ним заниматься, и играть в футбол, и игры на свежем воздухе. И активный образ жизни никак не мешает рукоделию. И наоборот, рукоделие никак не мешает активному образу жизни. Вот сейчас у меня появилось время на то, чтобы ходить в спортзал. Я вхожу. Анастасия, что-то добавишь или как? Да нет, Наталья всё сказала. Через две недели вернулась в форму, всё отлично. Но для поддержания физической формы, именно физической, силовой, чтобы всё равно как бы нагрузки ты ходила меньше, вернее, я больше даже, наверное, ходила, когда работала, вот, на данный момент. Вот, поэтому тоже хороший спортзал, чтобы себя как-то поддерживать, потому что чувствую то, что мышцы немного расслабились. Тело. Хорошо. Ещё вопрос от Владимира Змытища. Он сегодня очень активен у нас. Наталья Анастасия, вы в очередь на детский сад встали или платный планируете, ибо в Мытищах даже льготникам не так уж просто в сад попасть, по крайней мере, вовремя? У нас в планах есть ребёнка отвезти в детский сад. Мы встали на очередь практически сразу же после родов, как это и положено. Очередь у нас, у меня, у моей семьи льготная, потому что муж военный. Ну, льготная очередь положена. Вот по льготной очереди у нас ещё не близится в ближайшее время детский сад. Может быть, с трёх лет нас возьмут, мы посмотрим, как бы там свои нюансы. Мы попробуем отдать ребёнка в детский сад, но если для него это будет неподходящим вариантом, то мы будем решать как-то иначе. Может быть, я буду сидеть с ним сама, потому что, например, мой муж, он был просто не расположен к детскому саду, и его воспитательница привела домой и сказала, что этот ребёнок не должен входить в детский сад, ему там неуютно, грустно и прочее. Если будет так с моим сыном, то будем стараться решать по-другому. Без детского сада. То есть выгнали с детского сада за хорошее поведение. Понятно. Да, он очень хорошо себя вёл, грустно катал машинку и как-то не общался с другими детьми. Настя, ты что скажешь? Мы, да, мы встали в очередь в детский сад бесплатный, но говорить об этом ещё рано, потому что он только год, и ему в очереди 1700 какие-то. То есть не знаю, как будет, так будет. Там дальше будет видно, сейчас говорить об этом вообще рано. Понятно. В общем, к окончанию школы придёт повестка, что очередь подошла. Ну, к окончанию школы, да, наверное, пойдём в садик. Хорошо. Ну что, давайте прервёмся на музыкальную паузу, двухминутную, чуть-чуть отдохнём, а потом продолжим уже как-то подводить будем итоги сегодняшней нашей передачи и ответим ещё на какие-то вопросы, которые, надеюсь, ещё появятся. Вот я вижу, появляются. Итак, отдыхаем, две с небольшим минутки музыкальной паузы. Напоминаю, в Ютубе, что мы не транслируем музыку по правилам Ютуба. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей, привычному 17-12 июля 2017 года среда, по одному из старинных 11-й день месяца получения даров природы 7525-го лета неделя. Полезное творчество в декретном отпуске такова тема сегодняшнего нашего эфира. И нам об этом творчестве, о пользе этого творчества рассказывают Наталья и Анастасия. И вот появляется ещё один вопрос, с которым мы начнём вторую часть нашей беседы. Оксана Брейнер написала в Ютубе следующее. «Представляете, если ребёнок, не видевший телевизора и прочих козней этого мира, попадёт в существующую реальность, а так и будет, — утверждает она, — его незакалённая психика может не выдержать». Вот такое предупреждение, предостережение. Что по этому поводу скажете? Много чего можно сказать, тема интересная. Во-первых, ребёнок без телевизора — это не надо ставить равно между ребёнком без телевизора воспитанным и ребёнком, выросшим в бункере, изолированным от общества. То есть это не полная изоляция от современного мира. Он знает, как выглядит телевизор, он видит телевизор в гостях у других семей. Он его просто так не интересует. Нет такого чувства, что он встал и как загипнотизированный смотрит на этот экран. Такого нет, он совершенно спокойно относится к этому телевизору, он ему не интересен. Он также общается с другими детьми на площадке и везде, где он их встречает в гостях и на улице, и пытается с ним найти контакт. Он абсолютно адекватно реагирует и на других детей, которые, между прочим, отличаются нервозностью, которой у моего ребёнка нет. Может быть, это не связано с телевизором, но я считаю, что пока зачем ему нужно сталкиваться с реальностью рекламы, этих передач, которые вносят какую-то суету, которые ничего хорошего практически не рассказывают. Хотя есть каналы, да, про животных и многие развивающие, но всё-таки я думаю, что в его возрасте не нужно такое значение придавать телевизору. Есть же много другого всего интересного. Вот такой ответ. Анастасия, что скажешь? Могу добавить то, что, допустим, мы в детстве телевизор так же вообще не смотрели. И в мире всегда происходит что-то плохое и что-то ужасное постоянно. Но мы как-то выросли и всё нормально. Чувствуем себя адекватными. Да, и нет такого, что там, о боже, там вот что-то там, не знаю, происходит, как так. Наша психика выдерживает. Люди взрослеют и с возрастом ты уже начинаешь осознавать что-то и что-то понимать. На данный момент ребёнку это не нужно. Зачем? Пускай у него будет хорошее, светлое, доброе детство. А потом, если разрешите, я добавлю у меня образование рекламное. То есть меня учили именно на рекламиста. И ещё в университете нам показывали всю подноготную телевидение и методик, который в нём используется. То есть, ну, так, немножко затрону, да, методика там 25-го кадра и другое. То есть методика, грубо говоря, внушения людям определённой информации. После всего, что я узнала в университете, я не только не стала заниматься рекламой, я и своему ребёнку телевизор смотреть как бы не советую. Строгого прям такого запрета нет, но я считаю, что это не нужно, тем более в таком возрасте. Значит так, детенька, будешь смотреть телевизор, я тебе придушу, да? Хорошо, понятно. Ну, а давайте вспомним, вот до того, как вы стали мамами, вы же были обыкновенными женщинами, девушками, которые вот воспитывались, ну, уже таком, не воспитывались, наверное, а жили в этом обществе, где присутствовали различные телевизионные программы, ток-шоу, ну, то же самое, «Дом-2» и всё прочее. Вы же на этом всём воспитывались, я так предлагаю, предполагаю, что всё это вы видели. Какие-то ролики в Ютубе, за которые надо ставить лайки, как там здорово всё снято, вот там мордобой, вот там авария, вот там ещё чего-то, ну и так далее. Ведь это же вас не обошло, и каким образом это повлияло всё на вас? Или вы не смотрели «Дом-2», не смотрели Ютуб, там всякие каналы и прочее? Почему мы что-то смотрели? И смотрели совершенно разные, знаете, передачи, у нас разные вкусы. Но что я хочу сказать, то что моя жизнь не была такой прям, проведённой перед телевизором, мне было некогда, потому что я училась, ну, в студенческие годы, я имею в виду, да, училась и параллельно работала, поэтому мне нужно было вставать в 5 утра, выезжать в Москву из области, чтобы впеть доехать к 8 часам, у меня начинался рабочий день, потом мне нужно было к 6 вечера ехать в университет, находящийся на противоположном конце Москвы, а потом мне нужно было ехать домой в область, поэтому мой день начинался в 5 утра и заканчивался в 12. И впихнуть в это время телевизор мне то, что не хотелось, у меня даже не было возможности, поэтому именно телевизор я не смотрела. Но передачи какие-то, которые меня конкретно интересуют, которые я хочу найти, я смотрела в Ютубе. Те же самые для своего творчества. Я же начинала, я ничего не умела, не вязать ничего я начинала с мастер-классов, которые выложены на Ютубе. То есть всеми благами современных каналов связи мы пользуемся, но мы пользуемся ими здраво, не для пустого времяпрепровождения, а для обогащения своих знаний и какого-то саморазвития. Настя, у тебя тоже такая сложная была жизнь ехать полчаса или час туда, потом там время проводить, потом в университет, тоже ехать на другой конец Москвы и приходить домой уже в постель только падать. Или как-то была более разноплановая жизнь? Нет, я жила в Москве, но, правда, я вставала в 5 часов по полседьмого. Также ехала на работу, либо на учёбу. То есть график был такой, что я либо учусь, либо работаю. Работала, когда я училась, я работала с сутками, ты приезжаешь, потом на следующий день, и просто день выпадает, следующий полностью. То есть там ты просто отсыпаешься, ни до телевизора, ни до чего. А чтобы посмотреть телевизор, надо находиться дома, но помимо этого, ты ещё хочешь встретиться, пообщаться с друзьями. И я выбирала лучше пойти пообщаться с кем-то, чем смотреть телевизор. Но телевизор, да, я смотрю и сейчас смотрю, но больше он у меня играет фоном. Потому что у меня нет такого, чтобы у меня не было такого чувства, что я дома одна. Вот. Я не смотрю, просто играет фоном. Вот и всё. Ну, когда ребёнок спит на фоне. А ребёнка не включаем обычно. Понятно. Вот я почему-то вопрос задал. Если вот сейчас бы вы взглянули на свою жизнь, а, может быть, даже оказались бы в той жизни до того, как вы встретили своих мужей, до того, как вы с ними уже образовали семью, вот вы бы внесли какие-то корректировки в свои интересы? Что-то, может быть, вот это бы я не стала смотреть, вот я бы сюда больше бы стала уделять внимание и так далее. Или вот оставили всё, как было? Да нет, конечно, там что-то внесли, какие-то корректировки. Потому что, допустим, какие-то передачи, которые я смотрела раньше. Стыдно признаться, но я раньше смотрела, да, «Дом-2». И когда я познакомилась с мужем, он был категорически против этой передачи. Он говорил то, что я деградирую и то, что это вообще просто полный бред. Ну и всё, как бы я перестала смотреть, потому что ему это не нравилось, и я сама потом поняла то, что это действительно вообще полный бред. Вот. И в основном, если мы сможем, смотрим телевизор, там, не знаю, какие-то передачи, мы смотрим либо «Дискавери», либо «Моя планета», там не было, там, где познавательные передачи. Я думаю, Наталья несколько сложнее ответить, потому что время просмотры телевизора не было. Ну, потому что телевизора, да. Да, немножко сложнее. Но дело в том, что сначала мне было смотреть телевизор некогда, потом, когда мы с мужем завели семью, мы жили на съёмных квартирах первое время, и так получалось, что там не было телевизора, мы его не покупали. То есть были какие-то другие приоритеты потратить деньги. Вот. Но, соответственно, у нас был всегда доступ в интернет и ко всем каналам в интернете. Ну, то есть тот же самый YouTube. Единственное, о чём я, может быть, немножко жалею, о том, что я не знала на тот момент, когда мы завели семью, что есть столько обучающих программ, которыми можно воспользоваться, в том числе бесплатно через интернет. И когда у меня было больше времени, я могла бы уже что-то уметь и знать, а я наверстываю это только сейчас. Ну, в принципе, вот ты как раз ответила на то, что я и ожидал. Настя, а вот если бы у тебя было время не только бы телевизор смотреть, а выбирать что-то ещё в интернете, вот ты бы какие-то сделала корректировки на тот момент, сейчас бы, имея свой взгляд уже такой мамы? Я думаю, что да. Вот иногда, когда вот особенно от девушек это приходится слышать, ну, от женщин, которые уже и замужем, и дети, и семья, они говорят, а вот мама-то была права, я её не слушала там, вот она мне говорила, вот делай вот так, а я вот ногами, руками упиралась, дурой была, не слушала. А вот надо было... Есть такие ощущения? Есть такое дело, потому что с рождением ребёнка меняется вообще мировоззрение полностью, и даже когда я могла маме сказать что-то такое, что могла её обидеть, я теперь понимаю, что это настолько ужасно, что если представить, что у меня ребёнок, там скажут, что я могла обидеть мою маму, так же она может обидеть меня. Да, всё меняется, вообще всё меняется. У нас прямо сейчас вечер такой будет, мама, прости меня, я была не права. Когда это на своём опыте ощущаешь, конечно, ты больше понимаешь переживания своих родителей. Я не могу сказать, что я там маму не слушалась или что-то делала, я не могу сказать, что а мама говорила, а я не делала, вот теперь понятно. Такого нет, я всегда росла очень послушным ребёнком, и всё, что мне мама говорила, я в свою жизнь вложила, в принципе. Но я теперь просто понимаю её с другой точки зрения, когда она за меня очень сильно волновалась, а я не придавала этому особого значения, считала, что она где-то перегибает палку, я считала это малозначимым. Теперь, став мамой, я её так понимаю, понимаю, почему она так переживала, понимаю, откуда ноги растут, потому что это всё опыт. Я сама в это окунулась. Понятно, понятно. Ну вот, когда родитель начинаешь понимать, когда сам становишься родителем, да? Хорошо, идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Измытищ. У вас служебные квартиры, общежития или собственное жильё? Интересуется Владимир, собирающий статистику по России. У меня, у Анастасии, квартира взята в ипотеку, и нам ещё выплачивать лет 7. Ну вот как раз и нарожать успеете. Так, у Натальи что? Первое время, поскольку муж военный, это очень важно в нашей семье, на этом всё основано. Муж военный, первое время не было даже возможности служебного жилья, так устроена подмосковная, так скажем, система. и мы снимали квартиру. Сейчас мы взяли тоже в ипотеку квартиру, но ипотека военная, она имеет свои условия определённые. Так что она вроде своя, но куплена в военную ипотеку. Понятно. Хорошо. Так, здесь есть вопросы не по теме, их задавать не буду. Оксана Брейнер из Ютуба. Вопрос. Девушки, а Вы составили брачный контракт. Сейчас это очень актуально. Как у Вас с брачными контрактами? Нет, конечно. Может быть, это актуально для каких-то определённых слоёв общества, где крутятся большие деньги, где люди друг другу не доверяют. И, может быть, где все они основаны не на взаимной любви, а на чём-то ином. Или люди чего-то боятся и опасаются, но это совершенно не про нас. У нас всё на обычной человеческой любви. Без контрактов, без каких-либо гарантий. Всё по-своему с теми. Очень приятно слышать. Очень приятно слышать. Хорошо. Ну что ж, давайте как-то подводить уже итог сегодняшней нашей встречи, потому что, смотрю, вопросы уже не по теме пошли, такие задавать не хочу. Давайте рассмотрим тему дальше вашего творчества. Какие Вы видите дальше пути развития? Что Вы планируете? Вот так же варить, так же вязать, а может быть что-то другое затеять, может быть как-то это перерастёт уже ваше увлечение в какое-то более состоятельное, может быть, профессиональное занятие. Бизнес-слово не хочу, без носа как-то так, да, это не хочу употреблять, ну, дело какое-то. Да, мы планируем развивать наш проект и дальше нам очень понравилось участвовать в ярмарках, потому что там своя атмосфера, ты крутишься среди мастеров таких же, но в другом каком-то направлении, то есть там все разные, кто там леденцы делает, какие-то необыкновенные, кто там декупажем занимается, и атмосфера просто потрясающая. В этих ярмарках нам участвовать понравилось, мы хотим дальше продолжать от них участвовать, искать информацию о их проведении, будем пытаться в них попасть, это не так просто оказывается. Вот потом мы развиваемся и в сети интернет, наше современное общество не без этого, поэтому у нас есть свои странички в социальных сетях, мы там выкладываем фотографии, очень работаем над этими фотографиями, пытаемся их сделать красивыми, какими-то интересными, яркими. Вот все фотографируем везде, выкладываем отчеты, о проделанной работе, будем это дальше развивать в этих страничках, будем, я думаю, что, не знаю, такая маленькая мечта, чтобы это все дело переросло в какой-то, может быть, маленький семейный магазинчик, который уже будет не в рамках интернета, который будет на улице. Но на это нужно определенные средства, определенный доход, чтобы это осуществить. Пока, конечно, это нереально, но может быть, это будет какое-то маленькое семейное дело. Миллионы мы, конечно, на этом не планируем заработать, но может быть, в какой-то подспоре домашнему хозяйству все-таки в это вылезет. Анастасия, что скажешь? Ну, я планирую развиваться дальше в мыловарении. Как я уже говорила, то, что хочу сделать детское мыло, не одно, буду тщательно выбирать составы, потому что это тоже целое дело. Ну, не дальше развиваться, потому что информации все же много, и на данный момент я тоже многого не знаю. И пытаюсь общаться с людьми, которые дают мне дельные советы, которые более опытные в этом деле, которые крутятся тоже в этой сфере, именно в мыловарении. Будем развиваться и совершенствовать. Хорошо. Вот ещё вопрос пришёл такой, интересный достаточно, от Елены777. Вот я его прочту, как есть, комментировать не буду, мне интересно ваше мнение. Потом, когда я прокомментирую, может быть, ещё вы что-то скажете по нему. Итак, вопрос такой. Есть такое мнение, пишет Елена, что жена не может воспитать человека, с большой буквы человек написано, а это может сделать только муж с большой буквы, отец с большой буквы. Какое ваше мнение? Я считаю, что муж и отец, и глава семьи должен непосредственное внимание уделять ребёнку и его воспитанию. То есть сейчас просто в современном обществе у мужа больше такая роль заработать деньги. И часто это занимает столько времени, что ребёнку не остаётся времени уделять. Но это неправильно, на мой взгляд. И мой муж, когда он не в командировках, он старается по максимуму общаться с ребёнком, преподать ему какой-то пример именно своим поведением, своим примером, так скажем. И да, муж должен участвовать, должен воспитывать. Женщина, конечно, мама, это её призвание, просто по сущности, я считаю, женщина, она мама, она должна воспитать ребёнка, но муж должен тоже принимать в этом участие и большое участие. Недостаточно сказки на ночь, недостаточно выходной провести на улице, а побольше, побольше. Анастасия, что скажешь? У меня также муж пытается больше времени уделять. Он работает с утра до ночи, когда приходит, если ребёнок не спит, он постоянно только с ней, все выходные он только с ней. Он её очень любит, уважает и пытается ей дать по мере своей возможности на всех силах. Я просто расшифрую. Есть такая формулировка интересная, которая расшифровывает слово «воспитание» ведущим отеческим словом «питать». То есть, когда мужчина понимает, что в жизни, вот он тогда и питает ребёнка своим отеческим словом. Вот с этой точки зрения считается, что именно мужчина, он может именно воспитать, не сказать, как хорошо, как плохо, а именно дать тот объём знаний, которые необходимы ребёнку в будущей жизни. Потому что всё-таки мама, она, как в русских традициях, занималась внутри, семейным очагом, хранительным очагом, а мужчина, он всё-таки наружу. Поэтому ему более было известно, как это жизнеустроено, и поэтому он, как ведущий человек, мог дать именно те основы, показать своим примерам детям, как надо себя проявлять в жизни. Причём это касалось не только мальчиков, которых он воспитывал, сыновей, но и дочерей, потому что, как вот опять же правильно было замечено, мужчина, он в своей дочери хочет, вернее, видеть будущую жену своего хорошего зятя. То есть вот если правильная у него дочь, если она всё ведает, всё знает, то в этом случае и зять будет достойный, и в этом случае и у неё будет счастье, и ему будет радостно, и маме будет хорошо, что у дочки счастье. Но если он своим примером правильного мужчину воспитал, то счастье тоже от этого будет, потому что образуется новая жизнь, новая семья, продолжается его род, потому что, как у нас у славянских родов принято, по мужчине всё-таки род передаётся. И, в общем-то, получается, что и мужчину, и женщину, в дальнейшем мужчину и женщину из мальчика и девочки именно мужчина может воспитать, как ведущий вот этот мир вне семьи. А женщина даёт ту самую основу любви, ласки, благополучия. И поэтому вот здесь есть такое разграничение, что слово «воспитать» — это ведущим очистительным словом «питание». Вот если с этой точки зрения подходить, что Вы скажете? Есть ли в этом какая-то доля истины или это какие-то предрассудки, пережитки прошлого? Нет, это всё правильно. Я считаю, что так и должно быть. Это правильно. И даже на таких каких-то бытовых примерах, да, то есть женщина, она именно внутри, как Вы сказали, мужчина именно снаружи. И даже можно так это… Пример, да, что муж иногда не ориентируется дома, что где лежит и прочее, потому что за этим ведает жена. Так же, как и в пространстве, да. Женщина бывает плохо ориентируется в пространстве, потому что это совсем не её задача. То есть муж должен направлять и вести. И он, в принципе, так и делает. То есть это, может быть, заложено в нас уже изначально, да. Я считаю, что всё логично, всё правильно. Анастасия, что ты дополнишь? Да нет, соглашусь, что мы ничего не дополним. Хорошо. Ну что же, я думаю, что мы тему раскрыли. И здесь был такой вопрос. Как Вас искать в интернете? Есть ли у Вас какие-то группы ВКонтакте, в Ютубе, где-то там ещё у нас, в Одноклассниках, в Фейсбуках, чтобы какие-то ключевые слова набрать, и можно было ознакомиться с тем, что Вы делаете? Да, мы на данный момент есть ВКонтакте, у нас там есть группа, и у нас есть страничка в Инстаграм. И там и там можно найти по запросу «Мыло, то есть». Написание через… «Мыло, то есть». Ублизький язык. «Мыло, то есть». А «то есть» — это что означает? «Игрушки». «Белые игрушки». Если что, мы можем ещё раз в час скинуть нашу ссылку. Хорошо. Ну что же, у нас в заключении есть передача, есть такая хорошая традиция желать что-то доброе людям, слушателям и зрителям Народно-Ставянского радио от себя. Учитывая то, что мы сегодня касались полезного творчества в декретном отпуске, такой темы, наверное, я бы вот на вашем месте, не смею ничего вам рекомендовать, но вот чтобы я сделал на вашем месте, я бы дал бы какие-то советы девушкам, которые вот собираются ещё только выходить замуж, организовывать семейный союз и планируют иметь счастливую семью с множеством детей. Как здесь, в современном обществе, воспитанным девушкам не свихнуться, как не впасть в депрессию, как полноценно себя чувствовать. Вот, наверное, я бы вот отталкиваясь от этой позиции, что-либо стал бы советовать нашим слушателям и зрителям. Кстати, вот в чате появляется Instagram.com там Bill Toys, то, о чём вы сказали, вот эта ссылка появилась. Ну и так далее. Вот я бы это от себя порекомендовал. Не знаю, что вы скажете, но сказать что-то надо, пожалуйста, что-нибудь доброе, вечное от себя в заключении нашей программы. Скажите. Да, мы пожелаем девушкам, женщинам, которые вышли в декрет и вообще, в принципе, всем женщинам отбросить лишнее беспокойство. Не надо на это тратить свои нервы и время, а лучше посвятить себя семье и не волноваться по поводу того, что если что-то не получается или что-то не успеваете, расслабьтесь. Если есть у вас время и вы в это время очень хотите реализовать себя, сделайте это. Не так страшно. Есть столько мастер-классов всего на свете возможностей, которые можно начать в любой момент в вашей жизни, никогда не поздно. Для благополучия семьи мы считаем, что женщина должна быть всегда радостной, довольной, и для этого, можно сказать так, все средства хороши. я имею в виду, что она творчественная. Понятно. Анастасия, что ты скажешь? Я хочу сказать девушкам, которые еще не в декрете, которые еще даже не забеременели, потому что, девушки, не бойтесь этого, это не страшно, это здорово, это ваш ребенок, это ваше счастье. рожайте детей, и все будет у вас отлично, все будет хорошо. Это не страшно. Благодарю вам, благо дарю вам за очень интересную беседу, за то, что поделились своими мыслями. Я думаю, что вот такие простые, незамысловатые беседы, они очень сейчас полезны для того, чтобы люди понимали, что жизнь, она не такая, как сказала Настя, страшная, как нам это иногда рисуют. Все зависит от вас самих. И если вы нашли себя в этой жизни, если вы проявляете творчество, то в этом случае жизнь, она становится более интересной, и в семье вашей появляется что-то новое, у вас появляется спокойствие, а где спокойствие в семье, там и радость, а где радость, там и счастье. больших вам успехов в вашем творчестве я хочу пожелать, желаю, а также, чтобы дома ваши были полные чаши, чтобы у вас было много здоровых и добрых, счастливых детей, чтобы всё у вас было замечательно, отлично. Причём это желаю не только вам, а всем нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Мне остаётся напомнить, что по одному из современных календарей 12 июля 2017 года среда, по одному из старинных 11 день месяца получения даров природы 7525 лет неделя, такие у нас древние календари, полезное творчество в декретном отпуске, так называлось сегодняшняя наша передача, сегодняшний наш живой эфир. Наталья и Анастасия были у нас сказительницами, и, на мой взгляд, вполне уверенно себя вели, вполне уверенно себя чувствовали. На этом поприще низкий вам поклон. Приходите, как говорится, ещё, если будут какие-то мысли. Всем я желаю добра. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народная славянская радио Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всё нужно. Всё важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин